Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, и мы с Леночкой решили съездить в город Ишкар-Алу. Давно там не были, погуляем по набережной, посмотрим, перекусим, и, конечно же, подскажем вам, как этот город изменился за два года с момента нашего последнего поезда туда с вами. Поехали! Для этого просмотра! Достояние от Дельнодойска до Ишкар-Алу составляет примерно 110 километров, и мы традиционно тратим на это около полутора часов времени. Дорога проходит по живописным местам, мы приезжаем мимо заливов Волги, едем прекрасными рощами, когда деревья окружают нас со всех сторон, склоняясь над дорогой, радуют нас своими кронами и зеленым нарядом. Поскольку мы едем по левому, пологому берегу Волги, то здесь, в принципе, нет высоких холмов, нет каких-то значительных перепадов высот, и мы наслаждаемся красотами деревьев, в частности, хвойного леса, который окружает нас со всех сторон примерно половину пути. И просторными дальними полей, когда деревья отодвигаются от дороги, мы можем наблюдать прекрасное небо, летящие облака, находящиеся на дальнем плане, дома, деревень республики Мариэл. Так неспешно мы проехали 100 километров и подъезжаем уже к самой столице республики, городу Ишкар-Але. Этот город был основан в 1584 году и в текущем 2024 должен отметить свое 440-летие. Нам вообще везет на юбилейные даты любимых городов в этом 24 году. Тем временем мы подъезжаем к набережной Брюге. Здесь отличное кафе «Простая еда», где мы перекусим и поделимся с вами впечатлением о нем. Хочу поделиться своим мнением о кафе «Простая еда». Мы здесь бываем довольно часто. Какие плюсы? Чисто, аккуратно, разнообразие блюд. Есть диетические блюда, блюда на пару, суп-пюре, кондитерские, очень вкусные изделия. Можно заказать отличный кофе. Не бюджетно, но для пенсионеров в будние дни есть скидка 30% после трех часов. И еще один недостаток, небольшой. Так как здесь много туристов, то часто не бывает мест в туалете. Туалет маленький, на две кабинки, так что приходится ждать. В целом кафе приятное, обслуживание приятное. Место хорошее, много парковочных мест. И самое главное, сразу можно спуститься на набережную и прогуляться. Вот такое у меня впечатление об этом кафе. Ну что ж, друзья, все. Леночка отвез в магазин, она там гуляет по своим делам. Мы же с вами пойдем прогуливаться по набережной Брюгге. Набережной Амстердам погуляем. И посмотрим на красоты города Ишкаралы. В этой части набережной Брюгге Ишкарала, ее центр действительно напоминает какие-то такие голландские городки. Городки в Дании. Смотрите, какие тут домики двух-трехэтажные. Очень красивые, разноцветные. В разных тонах красно, поскольку Ишкаралай это красный город. И как я уже отмечал в своем видео, обязательно, когда гуляете здесь в центре, смотрите на посады домов. Ну, в частности, вот на этом доме вы можете видеть лики святых. Дошли до еще одного места. Одного этого центра у балкончика. Смотрите, эти дома, наверное, жилые. Здесь и занавески разные внутри. И цветов много стоит на подоконниках. Красивые огни и загораются в этих окнах вечером. Давайте посмотрим с вами здесь, вот на панораму сной реки Кахшаги. И набережных здесь, в городе Ишкарала. А на противоположной стороне вы можете видеть стилизованный такой Биг Бен. Уже вы знаете о нем, да? И слева находится Ишкаралинский Кремль. Вот здесь вот примерно. Это новодел. Ну, и система он здесь есть. Что хочется отметить. Вставили, наконец-то, окна вот в этот долгострой, который сейчас на наших экранах. Потому что раньше он был без окон. Это было такое дручающее зрелище. А сейчас выглядит довольно нарядно. Хочу отметить, что долгое время считали многие. Делатели сейчас считают, что это какой-то новодел. Все это некрасиво. Вы знаете, это действительно хороший туристический центр здесь, в Ишкарале. Ради этого следует приехать в этот город, посмотреть, погулять здесь. Потому что такого вы ни в одном другом городе нашей страны не увидите. Потому что здесь такая квинтэссенция, собранная различные архитектурные стили. И выглядит очень хорошо. Потому что раньше здесь просто был такой залив, не облагороженный, без набережных. Сейчас стало очень красиво. Смотрите, какие нарядные на балкончиках картины. Например, здесь изображено дерево такое на синем фоне. Сверху находятся цветы. Цветные кирпичики такие выложены. И справа здесь тоже картинка небольшая вранья. Покажу вам ее получше. Это лисенок сидит на фоне таких завитков травы белой. Как будто бы снежинки какие-то вьются, что-то такое. А сам наличник сам как будто бы взял из какой-то старой избы марийской. У нас в деревне такие же наличники в домах. Как я уже говорил, когда идете, смотрите по сторонам, смотрите наверх. Например, здесь такой шпиль на фронтоне собран. Подальше как будто бы из казах Ганс Христиана Андерсона. Фасад дома. Здесь резьба по камню красивая. Трудник, посмотрите. Здорово просто. И французские балкончики. Здесь у одного здания крыша заканчивается в форме такой квадратного светового фонаря. Здесь мы проходили. Здесь, например, в форме такого круглого светового фонаря. И вот решетки вентиляции, как будто бы даже окна. Все очень интересно сделано. Было бы любопытно, любознательно заглянуть внутрь. Здесь также, посмотрите, большое количество различных кафешек. Бар «Красота» написано. Здесь же музей сыра от Серновского сырного завода. Большое количество людей, как вы можете видеть, и гуляет, и прохаживается, и обедает, и ужинает в кафешках. И вот такая яркая надпись здесь «Красота живет внутри», написано. Здесь мы с вами видим это с противоположного берега. И посмотрите, опять же, красивая резьба по камню, красивые окна, красивые резные каменные наличники вокруг. Поэтому гулять здесь одно удовольствие. Конечно же, цветы, 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 всюду цветы. Друзья, панорама. Это написано на улице Ишкинина, дом 8. Года полтора-два назад, наверное, убрали зеленый забор жуткий, который здесь закрывал строительство. Здесь же могу отметить то, что сейчас это очень красиво все выглядит. Здесь вот мои документы, например, различные организации появились, здание все украшено. И поэтому получается так нарядно, хорошо, и эта часть набережной, скажем так, стала завершенной. Это нас очень радует. Потому что было так, идешь-идешь по красивой улице, и упираешься в зеленый забор, за которым идет строительство. Ну и слава богу, что это строительство успешно закончилось, и теперь здесь очень нарядно, красиво. Нам здесь теперь удается возможность посмотреть на сам Благовеченский собор, очень красивый. Саму панораму всей набережной, и вид на Спасскую башню справа от вас. Все это очень выглядит, очень красиво. Ну и вот красота живет внутри, как та самая фраза, о которой я вам говорил. Вот так, друзья, очень красивое место, поэтому гулять здесь одно удовольствие. И даже здесь, в новом здании, не забыли про каменную резьбу. Смотрите, про красивые, голубые, как печати, сделаны украшения настенные. Вот так мы с вами оказались на Гоголевском мосту. Это окончание, скажем так, набережной в городе Ишкар-Ала, набережной первой очереди. Сейчас набережную продлевают дальше, она строится в направлении еще одного пешеходного моста с другой стороны. Но, как я уже говорил, здесь вечером бывают такие красивые виды, которые вы сами можете подлюбоваться. То есть именно с этой стороны, когда солнце освещает с запада красоты залива в Ишкар-Але, здесь вот так вот открываются прекрасные панорамные виды, очень живописно. Бегут катамаранчики, по самому заливу катаются люди. Сан-Гоголевский мост, посмотрите, друзья. И здесь, в эту сторону, продолжается набережная, ее потихонечку делают, уже положили асфальт, люди здесь катаются. Здесь я вам раньше говорил, что мы предпочитали гулять по спарке, дважды проходя по театральному мосту. Сейчас же можно придумать какие-то другие маршруты, в том числе с использованием в качестве способа перехода с одного берега на другой, и еще одного вантового моста. Тот мост тоже довольно старый, на самом деле. Я помню его маленький, когда мы ездили в деревню на автобусах, и мы приезжали по этому автомобильному мосту, я смотрел налево и видел, что этот вантовый пешеходный мост там располагается, всегда хотел по нему прогуляться. То есть, собственно, вид на этот пешеходный вантовый мост. Вы можете видеть здесь слева уже сделаны подходы, ступеньки, для того, чтобы подняться по нему, ходят вовсе люди. Так что мост эксплуатируется все как надо. Такая неспешная картина. Три катамарана следуют друг за другом, окруженные уточками. И здесь же сидят рыболовы. Удят рыбку, отдыхают, и за ними прекрасный город. Этот микрорайон, я его не помню, видимо, недавно построили. Теперь он стал украшением этого места. Ну вот, мы с вами потихонечку подходим к этому вантовому мосту. Подъем сюда. Ну, не очень удобный с набережной. Надо обойти вот это здание, которое сейчас на ваших экранах. То есть пройти вот здесь. И потом уже подняться на холм и оказаться на самом мосту. Ну, давайте посмотрим сейчас виды, которые здесь открываются. Мне очень нравится вот это здание. Красное, кирпичное. Там, по-моему, раньше был ресторан наверху. Мне так родители говорили. И оно очень красивое. Когда мы ездили здесь на автобусах, я всегда с удовольствием смотрел. И мечтал оказаться на самом верху, чтобы посмотреть с высоты птичьего полета на город Ишкаралу. Мы с вами потихонечку входим на сам мост. Посмотрите, пожалуйста, здесь справа организован пляж. Он, наверное, уже, скажем так, давнишний. Просто я здесь очень редко хожу, поэтому для меня это в новинку. И отличный, посмотрите, продолжение такого залива. Как здесь широко разливается река, как шага. Как она выглядит широко, просторно, привольно. Дома вот эти новые. Частично там видно, что строят. Еще работает кран. И посмотрите, так здесь красиво. То есть сама река как шага. Она бьется, петляет по городу Ишкарале. Создавая такие причудливые виды, картины. Очень живописные. Для этого удовольствия гулять. Ну и давайте посмотрим с левой стороны. Обратите внимание, здесь какое-то невзрачное здание. Здесь украсили, как в Беларуси, таким вот лосем. Задорожение лося в лесу. Очень красиво. Ну и вот видите, сама набережная. То есть эту набережную потихоньку делают. Справа, вы можете видеть, ее уже сделали в большей степени. Ну а слева здесь это старые плиты. То есть раньше вся набережная здесь Ишкарале была вот в таком неприглядном виде. Поэтому хорошо, что этот центр сделали, как он сейчас есть. И продолжаю делать, потому что действительно очень приятно здесь ходить. Большое отличие от Чуваксары заключается в том, что здесь вы на этих катамаранах, на лодочках можете кататься, в принципе, по всей экватории как шаги. Начиная от самого места выдачи, и вверх по течению, и вниз по течению, в том числе заплывая сюда. Ну в Чуваксарах такого нет, потому что там залив поделен на такие секции, и в пределах этих секций у вас получается катание на лодке или на катамаране. Лично мне нравится больше кататься на лодке, грести, потому что это получается эффективнее, быстрее, и развивает навыки гребли, что тоже хорошо. Вот здесь, друзья, поднимаются люди на эту смотровую площадку. Я так понимаю, где спасатели дежурят в летнее время. И здесь можно продолжить свое путешествие, куда мы сейчас пойдем, и оказаться в парке 400-летия города Ишкаралы. Видимо, что здесь стираются многородицы, продолжают большое количество лавочек. Столько здесь не надо, потом будут расставлять, наверное. Спортивные площадки организованы. Площадка для игры в мини-футбол. Вот. И еще одно здание, пока не достроенное, из красного кирпича. Наверное, его когда-нибудь достроят. Ну и, видимо, здесь наличие вот таких вот, как за моей спиной сейчас, зданий. Это написано шале, наверное, сдают в аренду там помещения или еще что-то. То есть, наверное, вот это препятствует тому, чтобы провести здесь такую полноценную набережную, в том числе сюда-то ее построить и включить парк 400-летия Ишкаралы и другие парки, которые находятся здесь по этому берегу, такие как Шаги, в такую общую прогулочную зону. Ну, могу сказать, что и в Казани это все долго делается очень. Все это не быстро, но надеюсь, когда-нибудь и здесь будет сделано все очень красиво и появится такая общая, объединенная единым замыслом, пешеходная зона. Может, раньше были такие разрозненные отдельные кусочки, а сейчас все это рассматривается как единое обще-туристическое пространство. Ну что ж, а мы подходим с вами к еще одному парку. Мальчишка сзади смотрит, улыбается, наверное. Вот мы с вами спускаемся здесь к такому пологому спуску. Здесь справа мы прогуливались, по-моему, в 22-м году весной в этом парке 400-летия Ишкаралы тоже. Можете посмотреть, ролик есть на канале. Ну, и здесь он изменился. Давайте посмотрим, что здесь поменяли. Стал он, на мой взгляд, гораздо красивее. Встречает нас здесь, друзья, вот такие вот вырезанные фигуры из дерева. Смотрите, вот тут семья. Девушка сидит на луне. С веретеном ткет звездную нить. Девушка с птичкой. Очень красиво, очень живописно. Посмотрите. Такая маленькая птичка у нее сидит на руке. Красота. А здесь можете видеть старый человек. Рассказывает сказки, колесо истории. Медведь, кот-баюн, облака, птицы. Очень красиво. Посмотрите, как сделано. Среди истории останется. Надеюсь, мы постоим подольше. Так, вот, можете видеть здесь. Какие-то блины, как будто мед. Дары. Очень красивая композиция птица-лебедь. Женщина Мария стоит. Встречает нас. Лучница с филином. Красиво сделана такая тонкая резьба. У филина каждое перышко прорезано. Здесь, смотрите, такие вот большие фигурки. Филин, бобр. И так часто встречатся бобра в изображениях. Лось, орел, посмотрите, петух, конь, медведь. Отлично, друзья. Очень красиво. Сделана. Красота. Покажу вам еще раз панораму. Чтобы вы увидели все. Здесь такая большая площадь. Здесь наверняка проводится как-нибудь массовые гуляния. Ёлка ставится или еще что-то. А чуть поодаль. Такой детский городок, где дети играют, лазают, прыгают. Ну, дети всегда дети. По-моему, вот на этом месте, этой большой площади, здесь в Ишкар-Лест приезжает цирк. Ставят здесь шатер. Потому что своего цирка в Ишкар-Ле нет. Только цирки гастролирующие радуют жителей здесь своими представлениями. И это большое, красивое место. Очень удобно, конечно же, для этого. Вот, друзья, мы с вами здесь гуляли весной 22-го года. По этой дорожке. И здесь был овраг, как сейчас помню. А здесь был пустырь, который сейчас преобразили. Сделали такие дорожки галечные. Поставили качели. Вы можете видеть, здесь стало очень светло, просторно. Хорошо, легко дышится. Это вот продолжение парка. Только сейчас я понял, что здесь объединили несколько парков. Они пока на Яндекс.Картах разрозненные. Сделали общую входную группу. Вот за моей спиной написано «Марий парк». То есть и здесь решили сделать один большой общий парк, плавно переходящий в лесничество. И посмотрите, что здорово. Здесь сделали информационные стенды по каждому из районов и каких-то ключевых городов Республики Мариан. Пойдемте посмотрим. Вот, например, тут насыщка рала. Вы можете видеть место на карте. Особенности. Как все выглядит. Можно представить себе карту Республики Мариэл. Похожую на мощного медведя. Что, где, когда была основана красота. И вот здесь вот таких стендов довольно много. Ну, по числу районов, я так понимаю, и ключевых городов. Вот город Козьмодемьянск. Мы приезжали сюда. Отличный здесь музей. Немножко загораживаю. Музеи здесь чудесные просто. Под открытым небом. Музей купеческого быта. Многие из вас, наверное, смотрели фильм «12 стульев». И Козьмодемьянск – это город Нью-Васюки. Проводилась игра на шахматах. Шахматный турнир. И где, собственно, Бендер обыгрывал своих визави. И там до сих пор проводится бендериада в этом городе, в Козьмодемьянске. Поэтому, если будете, души рекомендую заехать. Родной Кужинерский район. План. Выглядит. Село городского типа Кужинер. Скоро читает до Северного. Сколько? Куда? В Марийской Швейцарии здесь же. В деревне Визенбире находится. И это район источников. 177 источников здесь. Смотрите. Такие горные заселья. Администрация района. Отлично просто. Широко известен Юринский район. В первую очередь он известен тем, что здесь находится замок Шереметьево. Вот его Венецианская башня, Оранжерея. Мы там были, гуляли. Сам замок очень красивый. Я души рекомендую. Только сначала позвоните сюда, узнаете насчет экскурсии. Что там по времени. Чтобы успеть и прогуляться именно с экскурсоводом. Очень красивые там живописные места. Хотел показать вам. Посмотрите, эти стенды украшены. Национальной марийской резьбой. Эти орнаменты выполнены здесь. На столбах, держащихся. Шит. И вот даже лавочка. Она тоже с такой вот резьбой красивой. Марийской украшена. Вот. Поэтому, друзья, здесь очень красивое место. Я даже не ожидал, что оно такое получится нарядное и интересное. И очень здорово преобразилось. Поэтому, если вы будете здесь, в республике Мариэл, в городе Южкар-Орла, я рекомендую вам посетить Марий парк. Здесь вы сможете познакомиться с историей всех районов этой замечательной республики, находящейся в самом центре нашей России. Для вас я сделаю небольшое строго. Слайд-шоу сейчас вы будете там. Посмотрите свои районы, увидите, что написано, поставите на паузу, приблизите, рассмотрите и так далее. Вообще, здесь очень красивые места, очень красивый, хороший парк. Я очень-очень рад, что наконец-то смогли найти деньги на то, чтобы объединить разрозненные парки Южкар-Орлы в такое общекультурное пространство. Когда его соединят дополнительно с набережной и заливом здесь, в городе Южкар-Орла, будет очень хорошо. Совершенство недостижимо, но мы к нему все стремимся. Ну что ж, немножко отдохнули, посмотрели, и мы с вами идем дальше. Посмотрите, как здесь все зелено. Дрова, ковер настоящий, зеленый-зеленый, и деревья скоро поднимутся, которые маленькие. К сожалению, уже изогнулась от ледяного дождя, наверное, погибнет. Так все выглядит. И вот аллея с районами республики. Друзья, действительно очень красивый парк, необычный, в своем развитии будет еще лучше, я уверен. У меня сложилось такое впечатление, что даже сами жители Южкар-Орлы не все знают про эти стенды. Очень много людей подходят, смотрят, читают, интересуются. Поэтому это, конечно же, приятно. Для вашего удобства я эти фотографии с каждым из районов сложу в папку в облако. Вы сможете скачать эти фотографии, почитать сведения, если вам интересно. А мы потихонечку движемся вновь в центру Южкар-Орлы и прогуляемся по набережной Амстердам рядом с Гоголевским мостом. Пока мы с вами гуляли, посмотрите, наступил закатный час, и город украсился в мягких цветах, в нюансах. Нет резкого контурного света никакого, как было несколько минут назад для вас и несколько часов для меня. Все очень красиво. Представляете, сейчас такая легкая рябь на воде. А было бы здорово, когда здесь полный штиль и вода как зеркало. Представляете, как здесь было бы красиво. И еще раз хочу повториться, всегда смотрите наверх, особенно в Короле. Такая вот необычная фигурка с ангелами и гуслярами вас здесь встретит. Что еще я хочу отметить, ребят? То, что городская среда стала доступнее. Я видел сегодня большое количество людей на инвалидных колясках. Они перемещаются с помощью друзей и родственников, и самостоятельно здесь, в центре, и в том числе в парке Марий Парк. С точки зрения того, что это стало доступно людям, я очень рад. Я уверен в том, что большое количество людей, кто просто не может выйти, сидит по домам, хотели бы погулять, пройтись по сродному городу, посмотреть, попутешествовать, просто подышать свежим воздухом. И надеюсь, что с каждым разом, с каждым днем у них будет получаться это все больше и больше. Потому что для меня это искренняя радость, что люди смогут выйти из собственных квартир, из собственных домов и здесь проехаться. Потому что это, конечно же, очень важно. И посмотрите, какой красивый ракурс входа Юрусалимской церкви с куполом прекрасным между двумя современными зданиями. очень красиво, друзья. Друзья, здесь, как напоминание о том, как все было раньше, такой старинный дом остался. Специально загорожен, чтобы никто туда не лазил. И вы можете посмотреть, как здесь было давным-давно. Какой здесь был косогор, дом, вид справа. И вот это набережная Амстердам, старая, скажем так, по которой мы сейчас прошли. Там вдалеке как будто бы автомобильный мост. Видите, как поменялся город. Поднялись на очередную площадочку. Посмотрим здесь, отсюда. Видите, как здесь замечательно. Вид на улицу Ишкинина, я так понимаю. Спасская башня. Там вдалеке уже начинаются набережные Брюгги. И вот Благовеченский собор, друзья. Посмотрите, как он красивый здесь. Вне был стремленный. Золотые купола на голубом небе. И рядышком какая-то сказочная конструкция, сказочный замок небольшой. Для детей поменьше. Тут, может быть, какой-то детский центр или еще что-то. Такое чувство, что на этом катамаране подкармливают уточек. Они все время перелетают. Быстрее и быстрее хотят подлететь, покормиться. Красота. Посмотрите, как они здорово летают здесь. Целая стая потихонечку подлетает за людьми на катамаране. Посмотрите, друзья. Разве некрасиво? Разве этот центр, который здесь создали, не стоит того, чтобы считаться самым красивым местом здесь, в столице Республики Мрел, в городе Ишкар-Аля. Здесь есть все. И прекрасная набережная, и большой Благовещенский собор, который на ваших экранах. И большое количество пространства для людей, где можно гулять, ходить, смотреть, отдыхать, кататься на велосипедах, роликах, коньках. Здесь все сбалансировано, и все сделано в таком довольно хорошем, благополучном виде. Это очень хорошо, на мой взгляд. Я искренне рад за жителей Республики Мрел и гостей столицы. И за каждым поворотом, друзья, между домами, между зданиями, в каких-то проемах открываются виды на то, что находится дальше. Поэтому здесь, в центре Ишкар-Аля, когда вы гуляете, хоть по набережным, хоть по бульвару Чивайна, хоть в парках, вы везде можете, если будете внимательными, рассмотреть какие-то нюансы города. И город так всегда, постепенно, очень медленно открывается своим гостям. Кто его искренне любит. Мы идем дальше. Посмотрите, в ясную хорошую погоду Гришк-Арлове можно полетать на воздушных шарах. Там в небе небольшая точка, которую вы видите. Вот она на ваших экранах. Сейчас чуть-чуть еще приближу. Это тот самый воздушный шар, на котором можно летать и смотреть на вечерний город с высоты гораздо выше, чем теччий полет. Ну, а вечером они летают, потому что сейчас золотой час, и город весь в таком мягком свете, поскольку они находятся гораздо выше, может быть, метров 100-150 над землей. Я не знаю, на какой высоте летают шары там обычно. Но можно наблюдать, как город такой, в город приходят сумерки. Поэтому, наверное, это очень красиво. Надо посмотреть ролики. Не верю, я кто-нибудь снимал, как это выглядит. Друзья, в акватории посмотрите. Вот центр проката ледочка катамаранов. Мы с вами сколько прошли туда, в сторону парка Амриэл. И здесь тоже все могут спокойно кататься, да, и еще подняться туда выше по течению, и там еще пойти, походить на катамаранчике, прогуляться. Поэтому здесь, конечно же, очень здорово в этом отношении взять лодку на несколько часами-полтора на два и все внимательно смотреть. Вот, вечернее кормление птиц. Все птицы вознаграждены. Здесь они все собрались и один десяток. И тут кормятся всякими булочками, хлебом. Красота отличная. И так вот вид на сам прекрасный город. Театр драмы на ваших экранах. красиво, Поэтому хочу сказать, ребят, что даже прогулка здесь просто в шкаре по центру, когда по бульвару Чувайна, когда просто по набережной дает такой заряд позитива и открывает во мне какие-то вторые, третьи, четвертые дыхания. Здесь одно удовольствие гулять тихо, спокойно. Много людей, но всем хватает места это одно из самых хороших мест здесь в городе Ишкарала где погулять одно удовольствие. Ну что ж, а мы с вами на Патриаршей площади. Так она большая, здесь катаются машинки, дети, памятник Патриарху Алексею Второму, магазин Спарк, здесь в этом здании по первому балкону сверху катаются фигурки движущиеся, собирает большое количество людей, гостей, так все выглядит, друзья. Ну что ж, вот мы с вами совершили прогулку по центру города Ишкаралы, прошлись по набережной Други, Амстердам, ходили в Марий Парк, знакомились с новыми местами и видели, как они изменились с момента нашего прошлого приезда сюда. Сейчас мы находимся рядом с памятником Петру и Февроне Муромским символов любви, верности, символа семьи. Я хочу поблагодарить вас за просмотр. Желать вам всего самого наилучшего. Берегите себя, пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч, друзья. Пока-пока.